Ребята, что касается зимовки, Россия живет в каменном веке. Я вам клянусь, что вы живете в каменном веке. Я вам сейчас легко это докажу, только одним примером. Я не буду читать целую лекцию, там красивая, большая лекция с фотографиями и так далее, с графиками. Я вам задам только один вопрос. Скажите, пожалуйста, 10 тысяч лет на территории Нижегородской губернии пчелы, жившие в дуплах или колодах. Я правильно рассказываю, да? Я рисую принципиальную схему хорошего крупного дупла с дерева. Это срез условный, потому что дальше идет дерево. По упоминанию ваших таких губернии пчелы, как ветвицкие и так далее, из отдельных дупел вырезали по 3-4 пуда меда. Знаете об этом, да? Умножаем на 16 килограммов, и того в этой семье было 30 килограммов 40 меда товарного. То есть, если брать ширину дупла, то это вот такой вот язык. Медовый, правильно? И клуб пчел, который располагался вот так. Правильно? Литок. Кто задал вопрос мне про литок, про верхний? Нет, про верхний литок. Я отвечу на ваш вопрос сразу же. Уже нет, человек ушел. Ну и... На все божья воля. Литок мог быть где угодно. Он мог быть вот здесь. Он мог быть вот здесь. Если пчелам обеспечить возможность сделать свободный литок, важное слово, свободный литок, понимаете мою мысль? То они его сделают на высоте, вот этот верх сотов, 11 сантиметров. А я же не сказал, что это неправильно. Я просто сказал, что я отвечу для вашего вопроса людям. На высоте 11 сантиметров отверха. Эти опыты проводились неоднократно. Пчелы садились в колоду, брали, пропиливали узкое отверстие, и пчелы пропиливали его сверху и снизу, оставляя на высоте 11 сантиметров. От 11 до 13, если быть более точным. Так вот ответ на ваш вопрос. Вот литок, вот клуб. Где подушка? Кто грел этих пчел 10 тысяч лет назад, кроме Господа Бога? Вся масса дерева выше находящего, превращается в ледышку, потому что дерево промерзает насквозь и имеет там кусок сумасшедшего страшного льда. Это лед, коллеги. Потому что в древесине содержится вода. Это промерзший лед. И движение, где-то всего лишь полтора процента движения этого. Кто грел сверху? А тогда я задавал вопрос. А какого лешего? Вы сверху ложите подушку на ваших пчел, думая, что вы делаете лучше. Вы знаете, как надо? Я не знаю. И они вам не говорят. Но мне дедушка задает вопрос. Вот я до данного ставил зимовать на улице. А кто 10 тысяч лет назад в этом дереве, где толщина была вот здесь вот 5 сантиметров стенки в среднем, потому что там даже забыла, начинается уже движение 5 сантиметров стенки обыкновенной древесины. Кто их обворачивал рубероидом или прятал в зимовник? Почему вы считаете, что для того, чтобы пчелы успешно зимовали в вашей широте, нужно зимовник, нужно обворачиваться их рубероидом и сверху ложить подушку? Потому что так делали последние 50 или 70 лет. 70 лет появился крамочный улей. По большому счету, если глобально посмотреть, все время были колоды. Хорошо. Вопрос, ответ. Хорошо. Здесь грело теоретически дерево. Хотя там лед. Я еще не знаю. А кто грел в колоде? Здесь сверху был кусок этих... Ну, средзины по-белорусски называется. Кусок сотов, на которые одевались соты, и сверху лежал кусок корыц, срезанной соседней сосны. А? Не греют соты. Потому что мед, который сверху, это тот же самый лед. Страшнейший лед, как камень. Вот я в двух словах лекцию, которую я трачу обычно 45 минут. Для чего никто соломой не накрывал колоды? То, что являлось крышей, это было от дождя, но не от тепла. Я задаю вопрос. Вы утепляете своих пчел, обеспечивая повышенную влажность. Начало яйцекладки в январе месяце. И все остальное только потому, что так вы хотите, как пчеловоды? В Доданах холодная зимовка, это противозаконно для пчелы, это противоестественно для пчелы. Утепление за три недели до облета, за две, вот это путь, максимально, что можно? Соседки трусы снять, шубу у жены забрать, все, что хотите, и накрыть, но за две недели до облета, чтобы спорцировать возникновение расплода. Но не на зиму, не сейчас. Но сейчас, упаси Господи, вам приехать домой и снять все подушки. Это тоже тупик. Потому что в рамочном улье, если нет утепления, вот разрез бокового улья, вот, ну, вид сбоку, если нет сверху утепления, пчелы собираются, клуб, вот здесь. Если есть утепление, вот здесь. Потому что здесь тепло. Они поджимаются под верх. И когда вы сейчас снимете, произойдет то, что вот они эту часть, они скорее всего кинут, ну, корма, подают под верх и пойдут назад. Это тупик. Ну, поверьте мне, я имею в Доданах семей, наверное, 70, может быть, 60, потому что продаю пакеты. Ни один улья в Беларуси не утеплен.